Этими ошибками вы просто губите состояние здоровья своего ребенка. Меня зовут Марина Жигульская, я нутрициолог, и на этом канале мы учимся избавляться от диагнозов, патологии и состоянии при помощи нутрициологии. Сегодня поговорим о пяти самых распространенных ошибках, которые вы допускаете при питании своих детей. И таким образом губите их здоровье, возможно, сами того не подозревая, а возможно, подозревая, но с такой, знаете, фразочкой, ничего не могу с ним сделать. Чтобы ваш ребенок не страдал в будущем самыми неприятными патологиями и не мучился со здоровьем, досмотрите это видео до конца, здесь мы поговорим о самых распространенных ошибках. Первое это, пожалуй, сахар. Сахар и простые углеводы, которыми наполнен рацион и взрослых, конечно, людей, но самое главное детей, потому что дети любят сладкое, чего уж там скрывать. Вот этот сладкий вкус, который попадает на рецептор, его уже ребенок не забудет никогда, поэтому чем позже ребенок познакомится со сладким, тем лучше для самого ребенка. Для его здоровья, для его зубов, для его опорно-двигательного аппарата, для его нервной системы, для его когнитивных способностей, его гормональной системы, иммунитета и так далее, и так далее. Почему? Потому что излишние углеводы провоцируют воспаление, а воспаление запускает все эти патологии, которые я перечислила. Без воспаления ни одна из них не начинается. Излишние углеводы это те сахара, которые есть даже скрытые в продуктах, то есть наш организм вполне спокойно может переработать, грубо говоря, сахара или углеводов, которые эквивалентны одной чайной ложке в сутки. Мы же съедаем с вами иногда по 100-200 граммов, потому что это все скрытые сахара, которые содержатся в продуктах, которые, казалось бы, даже не должны иметь никакого сахара, там колбасы, кетчупа, майонеза и так далее. И когда этих сахаров становится больше, развивается патологическая инсулинорезистентность. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем очень много таких детей, которые с большим излишним весом прямо, потому что там уже прям поломан гормональный фон, поломан метаболизм. Но даже если у ребенка нет лишнего веса, потому что еще более или менее справляется организм и более гибкий метаболизм при рождении ему достался, то у ребенка будут, например, гнилые зубки. Или, например, у него будет очень неспокойное поведение. Поэтому первое правило это исключите сахара и быстрые углеводы из рациона своего ребенка. А второе правило вытекает из первого, потому что второе правило это перманентное состояние жевания, это постоянные перекусы. Оно и понятно, потому что если ребенок ест много углеводов, у него будет постоянное чувство голода. Потом оно будет уже патологическое, нездоровое, потому что когда поломан углеводный обмен, постоянно хочется есть, это такое нездоровое чувство голода. и он постоянно что-то жует. И вот эти вот, знаете, когда перекусы, когда полдники, например, есть, это очень нефизиологично для нашего организма, и для организма ребенка в том числе. Не надо его кормить по 5 раз в день. Вот эволюционно вы можете себе представить, чтобы еще какое-то живое существо всем стадом вот так танцевало на цирлах вокруг одного маленького члена этого стада? Ну нет такого. Только у людей это есть. У всех живых существ ребенок, это просто, он получает защиту, то есть ему обеспечивают безопасность, но по факту он ест все то, что едят взрослые. Потому что, мы говорили об этом в другом видео, сигнал организма, что он может получать твердую пищу, это зубки. Грудное вскармливание заканчивается, начинается твердая пища, и она начинается так же, как у взрослых, потому что в природе взрослый добыл пищу, малыш поел. Взрослый не добыл, малыш не поел. И это были большие промежутки времени, в которые пищеварительный тракт успел переварить предыдущую пищу, в которой он успевал проголодаться. А голод это очень мощный сигнал организма для всей нашей пищеварительной системы, для гормональной в том числе. И поэтому, если ребенок ест много углеводов, которые быстро перевариваются нашим организмом, потому что это быстрый источник энергии, то, конечно, он будет хотеть есть постоянно. А если, например, в его рационе преобладают белок, жиры, это еще один из пунктов, тогда насыщение будет длительным, и ребенок не захочет есть до вечера. Или, знаете, еще есть такое, я наблюдаю, когда ребенка надо во что бы то ни стало накормить, у него нет чувства голода, он не хочет, но его садят, и вот говорят, не получишь там сладости, пока не съешь все. Это сразу как бы два плохих компонента в поведении и питании. Потому что, во-первых, через сладкое, ну, то есть ты получаешь сладкое, как приз какой-то, да, а во-вторых, потому что кормят насильно. Когда у организма нет чувства голода, это говорит о том, что его пищеварительная система не готова к принятию новой порции пищи. Следовательно, она ничего не сможет усвоить. Особенно, когда ребенок там, например, ну, или взрослый человек понервничал, в состоянии стресса ни одно живое существо есть не будет. И поэтому, когда у ребенка плохое настроение, он капризничает, он там не хочет чего-то делать, он плакал только что, не надо садить его за еду. Потому что пищеварительный тракт спазмируется в состоянии стресса, включается симпатическая нервная система, и организм готовится убегать или вступать в драку, ну, никак не пищеварением заниматься. Вот, поэтому обращайте внимание, пожалуйста, на такие вещи. Если ваш ребенок не хочет есть, не надо его заставлять, он просто пропускает прием пищи. Особенно, когда, знаете, они говорят, я это не буду, я это не буду. Не будешь, значит, все, выходи из-за стола. И поверьте мне, он один раз выйдет из-за стола, второй раз выйдет, а на третий раз он придет и съест все, что ему дадут. Поэтому, когда мы ваяем пищевые привычки своего ребенка, то они исходят из наших пищевых привычек. Если, например, за вашим столом, в вашем рационе есть белок, есть качественные жиры, есть полноценные углеводы из овощей, например, и зелени, то, конечно, ребенок это и будет есть. Если на вашем столе рис, макароны, много сахара, много простых углеводов, то, конечно, ребенок будет есть это. Он не может есть ничего другого, чем то, что поставили взрослые на стол. У ребенка не должно быть постоянного доступа к еде. У него должен быть доступ тогда, когда, собственно, все остальные едят. И поэтому это как бы следующий пункт, четвертый такой. Начинать, ваять привычки своего ребенка надо, не читая ему лекции о том, что правильно, что неправильно. Потому что ребенок не понимает, мы это едим, потому что это полезно. Он не понимает, ему вкусно или невкусно. Вот в чем вопрос. Поэтому, когда мы ваяем пищевые привычки, мы должны начинать со своих. И ребенок смотрит на то, что делаем мы, и вот таким образом создается его пищевое поведение. Пищевое поведение формируется в возрасте до 3 лет. И вот какое оно было сформировано, на таком пищевом поведении ребенок и поедет всю оставшуюся жизнь. И если там преобладали сахара, он будет сладкоежка. А если там преобладали, например, ферментированные продукты, он будет всегда любить ферментированные продукты. Если там преобладали, например, жиры, качественный белок, полезные естественные жиры, конечно, он будет любить жирные продукты, он будет любить качественный белок, он никогда не станет, например, там, вегетарианцем, потому что ему тяжело от мяса. То есть это все создается дома от привычек родителей. И таким образом идеальное питание для ребенка это такое же питание, которое нужно и взрослому человеку, если он хочет оставаться здоровым. В рационе обязательно должен быть белок, причем и животный, и растительный, и в рационе должно быть много жиров, полезных, качественных жиров. И вот именно такой рацион, если он заложен в семье традиционно, и так едят мама и папа, именно такой рацион будет близок, понятен ребенку, и он не будет у вас срываться на сладкое, он не будет у вас закатывать истерики по поводу купи-купи какой-нибудь чипс или пироженку, потому что ему это будет не очень вкусно. А если этого поведения нет, пищевого, если правильного поведения пищевого нет, и от ребенка откупаются сладостями, вот тогда, конечно же, он будет сладкоежка. Еще одно правило, гаджеты во время еды. То есть ребенок садится есть, и он делает это с планшетом или с телефоном. И он ест, и он даже не понимает, чего он ест. Он не понимает, сколько он съел, потому что он полностью увлечен процессом, который ему показывает вот этот гаджет. И как это считывает организм? Организм это считывает как стресс, потому что он отвлечен, он где-то там в процессе, пищеварение не активировано. Функция пищеварения активируется у нас чувством голода, мы об этом говорили уже с вами, да? И вот когда мы из чувства голода смотрим на еду, то есть предыдущая пища уже переварилась, и организм уже подает сигналы, что мне пора заправиться. Вот когда мы смотрим на еду, не в гаджет, когда мы чувствуем аромат еды, когда мы понимаем, что мы едим, вот тогда процесс пищеварения проходит оптимально. Если же мы отвлекаемся, и взрослых это касается тоже, если мы отвлекаемся, если мы разговариваем по телефону, смотрим телевизор, читаем книгу в это время, пищеварение должным образом не работает. А следовательно, ничего не будет усваиваться в полной мере. А то, что не усваивается в полной мере нашим ЖКТ, а ЖКТ это желудок, это жевание сначала наше, да? Потом это желудок, потом это соляная кислота в желудке, потом это желчь, потом это пангреотические ферменты, потом это кишечник, микробиом кишечника обрабатывает нашу пищу, всасывает то, что нужно, и выводит то, что не нужно. И вот если это все не учитывать, то в организме будет полный бардак, потому что в кишечнике будут процессы гниения, брожения, ну и естественно от этого будут страдать другие органы и системы, гормональная, например, система, нервная, например, система. Ну вот все то, что мы с вами в начале этого ролика обсуждали. И когда мне говорят, что я не могу его или ее ничем накормить, он ничего больше не ест, у меня это вызывает недоумение. Взрослые в семье кто? Конечно, ребенок будет хотеть сладости, потому что его где-то угостили. У нас же, знаете, культура какая, когда ребенок заболевает, ему сразу и внимание, и сладости ему можно, и там учиться ему, не учиться ему можно. И даже формируется такая вторичная выгода немножко, да, то есть он будет заболевать для того, чтобы ему, например, давали сладкое. То есть это очень все взаимосвязанные вещи. Если вы от ребенка, например, откупаетесь сладким, если вы откупаетесь гаджетами, то он, конечно, будет этого требовать. И понятно, что он не будет соглашаться у вас на брокколи, например, там даже с жирами, с какими-то полезными, с белком полезным, да, он будет хотеть риса и макарон с подливкой. Он не будет у вас соглашаться на то, чтобы прогуляться, например, он будет соглашаться на то, чтобы посидеть в гаджете в это время. То есть вы взрослый в семье, и вы транслируете эти привычки, транслируете, не заставляете его, потому что это полезно, значит, ешь вот это. А я буду есть макароны, а ты будешь есть вот брокколи, да, я буду сидеть в телефоне, а ты пойдешь там на прогулку или в секцию какую-то заниматься. Нет, так не работает, потому что все привычки ребенок берет, копируя нас. И если у вас есть, как мне вот говорят, сейчас он ничего кроме риса и макарон не ест, я говорю, если он ест рис и макароны, значит, в доме есть рис и макароны, значит, их кто-то ест. Конечно, он не будет ничего другого хотеть, потому что это простые углеводы, и это вкусно для нашего организма, и он будет этого требовать, если ему это дают. И если он не насыщается нутритивно плотной едой, то есть это полезные жиры, это белок, это клетчатка, то, конечно, он будет требовать углеводов, а углеводы будут разрушать организм. Еще один из факторов, который вызывает всякие недоразумения со здоровьем, и в частности болезни воспаления слизистой, это все болезни, которые заканчиваются на ИД, и у деток это часто, это молочные продукты. Молочные продукты, которые ребенок не может перерабатывать, не может усваивать. Это никак зачастую не связывает, просто ребенок болеет чаще, болеет больше, просто он имеет уже хронические какие-то осложнения, но это никак не связывает с молочными продуктами. Поэтому очень часто мои клиенты, люди, которые обращаются ко мне с вот такими заболеваниями, я им говорю, просто уберите молочку. Убирают молочку, все проходит. Поэтому молочные продукты, это не про здоровье вашего ребенка, это не про кальций, это про заболевания слизистой оболочки. И есть такая проблема, что мы действительно не понимаем, что нужно для нашего здоровья. Мы не понимаем, какие продукты подходят нам, какие не подходят. И именно об этом мы говорим много, часто в моем телеграм-канале, подписаться в который вы можете по ссылке в описании к этому видео, для того, чтобы понимать, как выстроить свой рацион, что полезно взрослым и детям, какой режим жизни будет приближать нас к качественному и здоровому долголетию, а какой будет отдалять. Об этом, обо всем мы говорим там, поэтому подписывайтесь, и мы будем там с вами часто встречаться и делиться очень полезной информацией. Привычки питания, которые мы забираем из своего дома, это как своеобразное наследство, с которым мы потом идем по жизни. Поэтому здесь, конечно, нужна выдержка, терпение, усидчивость. Но самое главное, вам надо научиться правилам здорового питания для всей своей семьи, а ребенок их просто перенимает. Он делает то, что видит. Если вам была полезная информация из этого видео, обязательно поставьте лайк. И не забудьте подписаться на наш канал, потому что здесь будет еще много полезных видео. А с вами была Марина Жигульская. Спасибо.